Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня я хочу показать вам, в каком состоянии у меня рассада для получения раннего урожая, который я посеяла в первую очередь. Вот здесь у меня детерминатные сорта, тут маленький петруша, тут демидов, госпожа удача, все детерминатные. Вот это высокорослые сорта, которые я посеяла в один и тот же срок, и мне вчера пришлось сделать вторую пикировку, потому что они сильно выросли по сравнению с теми. Но еще проблема в том, что обычно у таких томатов вкус не компактный, они раскидистые, у них листья выбрасываются далеко от ствола. Эти, если держат рядом свои листики, то эти очень далеко раскидывают листья, им даже вот сейчас в больших, вот в этих мягких стаканах с килограммом смеси, в очень широких, видите, какие большие стаканы, им и то тесно. Я представляю, как они за месяц еще вырастут, вот поэтому я не люблю для ранних посевов использовать вот такие высокорослые сорта, которые индетерминатные, которые высокие. Вот то ли дело. Вот это у меня Настенька. Все листики при ней компактные. И вот вы видите разницу, я специально вам хотела показать разницу, сейчас пододвину поближе. Эти томаты здесь смогут прожить еще полмесяца. И возможно, они у меня даже здесь проживут до высадки в теплицу, но может быть я их еще раз распикирую. Иногда бывает я и не пикирую, а этим уже нужен отдельный уход, отдельные условия. Я вот их сейчас раз распикировала, я вчера говорила, что если будет поздняя весна, мне придется их еще в более просторную тару. Они вот эти свои листья раскидывают очень далеко, им тесно, они начинают переплетаться, листья слепливаются друг с другом. Именно поэтому вот останавливаюсь на таких сортах. Вот эти детерминатные, они даже если высокие, чуть повыше, но они есть разные сорта, видите, тоже у нас разные. Вот этот совсем низкорослый сорт, а этот он в натуральном виде будет во взрослом метровый, он поэтому чуть повыше, а эти 50 сантиметровые будут. Но все равно с ними никаких незабот, ни хлопот. Я их в один лоток высадила, они дружно все сидят в этом лоточке. И я, может быть, распикирую их только тогда, когда уже будет доступно нам солнце, естественное освещение. Потому что сейчас я их не раскидываю только... Потому что у нас мало места на окнах, на стеллажах, всем места не хватает. И представьте, если бы каждый вот такой лоток мне раскидывать вот в такие большие стаканы, то, конечно, невозможно было бы вырастить такое большое количество рассады. Вот эти томаты, вот у меня, например, Настенька, я уже называла, Демидов, Петруша, Сибирская тройка, Алтайский сюрприз, Жиростойкий. Все они идеально подходят для выращивания, для посева в ранние сроки, потому что они очень компактные, они неприхотливые, они не раскидывают свои листья, их очень много можно вырастить в одном лотке без ущерба для здоровья рассады. Рассада все равно будет толстая, качественная, хорошая. Вот по внешнему виду видно. Я всегда смотрю по внешнему виду. Зеленый красивый лист, значит растение довольно, ему всего хватает. И света, и питание, и тепла. Ну вот наши великаны. Их всего в лоток вошло 8 штук. Есть разница. Или 100 штук будет здесь выращиваться, или 8 штук. Конечно, эти очень неудобные, но все равно они нужны. Вот в небольшом количестве я их сажу. А вообще я только что сейчас, вот недавно посеяла все крупноплодные великаны. И они также догонят, но чуть позже будет плодоношение. Но все-таки для получения раннего урожая я выбираю теперь много-много лет уже, высаживаю вот эти сорта. До свидания. Это был видеообзор. 13 марта. Рассады, которые я сеяла для получения раннего урожая. Или 29 января я сеяла, или 1 февраля тут в 2 дня я делала посев.